Когда время давит, и уродливая мелочность существования ведет к безумию, словно крохотные капли, которым палачи позволили непрестанно обрушиваться на тело жертв, я полюбил озаренное убежище сна. В снах я нашел ту малую красоту, что тщетно искал в жизни, и там блуждал по старым паркам и зачарованным чащим. Временами проносились порывы ветра, нежные и благоухающие, я слышал зов юга и шел под парусами бесконечно, и устала под странными звездами. Временами лился ласковый дождь, я спускался на барки под землю полишенному солнцу потоку, пока не достигал мира пурпурных сумерек, сияющих беседок и невянущих роз. Временами я пересекал золотую долину, мечтая остаться в призрачном полумраке, среди причудливо искривленных гигантских деревьев, между стволов которых серая земля обнажала плесневелые камни, преданных забвению храмов. И всегда мое воображение имело цель, опутанную виноградными лозами могучую стену, с маленькими воротами из бронзы. С каждым днем серости однообразие бодрствования становились все менее и менее приемлемыми, и я стремился в дурманящую страну, в ее долины, тенистые рощи, желая знать, как попасть в мое извечное убежище, чтобы не было больше нужды пробираться обратно в скучный мир, лишаясь новых впечатлений и ярких красок. И любуюсь маленькими воротами в огромной стене, я чувствовал, там лежит страна, из которой, стоит туда попасть, обратно должно быть уже не вернуться. Так во сне, на древней, увитой плещом стене, я по ночам искал потайную замолок, и, осознав, что тот скрыт слишком хорошо, решил, что из страны за стеной не только не нужно возвращаться, она к тому же еще прекрасней. Позже, как-то ночью в Закарионе, городе снов, я нашел пожелтевший папирус с мыслями мудрецов мира снов, обитавших прежде в том городе, слишком мудрых, даже чтобы родиться в мире бодрствующих. Там рассказывалось многое про мир снов, и среди всего откровения о Золотой долине со священной храмовой рощей и высокой стене, пронзенной маленькими бронзовыми воротами. Увидав записи, я понял о них видения, так часто меня посещавшие, и потому внимательно читал пожелтевший папирус. Некоторые мудрецы мира снов писали витиевато о чудесах за воротами, через которые нельзя вернуться, но иные говорили лишь с ужасом и разочарованием. Я не знал, кому верить, еще более желая проникнуть в скрытые земли, ведь сомнения и неизвестность соблазняют сильнее прочих соблазнов, и никакой ужас не может быть страшнее ежедневной пытки обыденности. И узнав о снадобье, что откроет врата, я решил добыть его, когда в следующий раз проснулась. Прошлой ночью я принял снадобье и поплыл во сне в Золотую долину с тенистыми рощами, и когда приблизился к древней стене, то увидел, маленькие ворота из бронзы приоткрыты. Из-за них вырывалось сверхъестественное зарево, осветившее гигантские изогнутые деревья и верхушки позабытых храмов, и я предвкушал чудеса страны, откуда, наверное, никогда не вернусь. Но как только ворота распахнулись шире, и волшебство снадобья и сна толкнуло меня сквозь них, я понял, что все зрелища и красоты остались в прошлом. Ведь новая область — ни суши, ни моря, лишь белая пустота незаселенного и безграничного пространства. Так я исчез, я растаял в той исконной бесконечности кристалла забвения, из которого демон жизни вызвал меня на один короткий и одинокий час.